Господин Соловьёв, вы прекрасно знаете, Азербайджан право о всём, и она вернула свои земли, теперь надо говорить о мире. Ну как говорить о мире, если сейчас продолжается война раз, затем какие свои земли? Хочу вам напомнить, если вы хотя бы когда-нибудь изучали историю, что Нагорный Карабах, когда это было ханство, никогда не входил в состав Азербайджана. Он входил, то есть он вошёл по своей воле в состав Российской империи в 19 веке. Он не просился... В 19 веке, да. Да, он вошёл исторически в состав Российской империи. Также, если вы посмотрите, вы можете придумать про албанцев, всё что угодно, не вопрос. Но если вы посмотрите правде в глаза, то вам никуда не деться от того факта, что в Иерусалиме четверть города принадлежит армянам. Как первому народу на земле, который принял христианство как государственную религию. Тот год, когда это случилось, я вам даже не про Урар-то буду рассказывать. Тот год, когда это случилось, показывает, что армяне не просто древний народ, а народ, который настолько древний, и вы можете отследить, где и когда этот народ жил. И если у вас есть сомнения, если вы считаете, что это албанские христианские храмы, тогда объясните мне, пожалуйста, какая проблема с письменностью. Потому что армянская письменность очень особенная. И она прослеживается веками. А если речь идет непосредственно об Арцахе, о Карабахе, там армяне жили, вот Ной, понимаете, вышел встречать ковчег. Вот знаете, да, когда ковчег идет, да, и вот Ной пристает в горе Арарат, и выходит оттуда с женой, трое его детей с женами. И они выводят верблюдов, слонов, вот все-все. И бегут люди, кричат, а Равай, цирк приехал. Вот понимаете, в Карабахе всегда были, ну вот всегда были армяне. Вот я не говорю, как Сталин прирезал, Ленин отрезал, кто куда включил, как включил, как в 80-х годах вспыхнула война, как советская власть с бездарным подонком Горбачевым упустили и позволили вспыхнуть этой ненависти. И тогда страшные трагедии, и Сумгаиты, и Баку. Вы думаете, мы это все забыли, что ли? Ну это было. Но истории нельзя, вы понимаете, вы можете ее придумать сколько угодно, но от этого она не станет правдой. Надо просто смириться с тем, что есть правда. Да, международное право считает Карабах территорией Азербайджана. Это правда. Это правда. Так же, как международное право считало Югославию единым государством. Так же, как международное право считало, что существует Германская Демократическая Республика. Мало этого, международное право было укреплено Хельсинской Декларацией. Которая говорила о неизменности границ в Европе. После чего к чертовой матери разлетелись все границы в Европе. Да, международное право говорить. Поэтому у меня один вопрос. К армянскому руководству с 1994 года. Карабах! Скажи мне статус Карабаха. Все президенты, которые были, все премьер-министры. Слово, слово скажи мне. Назови слово. Карабах это что? Независимое армянское государство? Карабах это часть Армении? Вы ни разу не сказали, о чем вам Путин впрямую сказал. Вы не определили статус. Поэтому, армяне, перед тем, как вы будете обвинять Россию и русских, задайте вопрос себе. Все ли вы сделали? Что должны были сделать? Как ваше политическое руководство за эти 30 лет, так и лично вы. Вы знаете, как я отношусь к вам, армяне. Я не скрывал этого и никогда не скрываю. Но сейчас время, когда вы должны посмотреть правде в глаза. Загляните в свою недавнюю историю, ответьте себе на этот вопрос. Прекратите обвинять во всем России. Извините.